Я вас рад видеть. Мы с вами встречаемся уже не первый раз. Итак, сегодняшняя наша лекция, она называется так, она, по-моему, высвечена уже здесь. Я назвал ее, конечно, очень серьезно, хотя мы с вами будем говорить, конечно, о более доступных, понятных вещах, с тем, чтобы у вас уже сегодня, вот по поводу этой очень важной, очень важного вопроса, сложилось какое-то свое впечатление. Ну что ж, давайте мы поехали с вами. Когда мы смотрим на себя, то есть на себя в зеркало, или когда мы перед собой видим мальчика или девочку, мы всегда сравниваем и видим, что оказывается в нас такое большое количество различий, что порой иногда складывается вопрос, если мы такие вот совершенно разные, чисто даже внешне, поведение, одежда, пристрастие, игры и так далее, возникает вот такой вопрос. А может быть мы все-таки произошли совершенно по-разному, может мы произошли совершенно от разных видов обезьян. Поэтому вот сегодня наша задача, моя задача вместе с вами посмотреть, как это обстоит дело, как так получилось, что мальчики и девочки, а впоследствии мужчины и женщины, стали такими непохожими друг на друга. Итак, если мы с вами посмотрим на те качества, которыми обладают, предположим, мальчики и девочки, мужчины и женщины, вот перед вами небольшая маленькая табличка, которая как раз показывает, какие основные характеристики свойственны тому или иному полу. То есть мы с вами видим, на что направлены, скажем так, действия, поступки, речь, в целом все поведение, вся сущность мужского пола и женского пола. Ну и, конечно же, вот эти картинки, они отчасти демонстрируют основные, скажем так, не то что пристрастия, а основную сущность мужского и женского пола. Девочки – это, как правило, красавицы, девочки, которые всегда следят за собой, они всегда знают, что хорошо, а что плохо, они очень хорошо воспитаны, они читают, они интересуются многими вещами, которые, скажем так, с точки зрения мужчины совершенно бессмысленные, неинтересные. Ну, во всяком случае, девочка растет помощницей, хранительницей семьи. Что касается мальчиков, мальчики с детства, а потом, к сожалению или к счастью, я уже теперь не знаю, поскольку я сам представитель мужского пола, мужчины вырастают, скажем так, конечно, сильными, конечно, они несут на себе ответственность за свою семью, они, конечно, обладают совершенно, так сказать, другим складом ума, их интересуют вещи, которые далеки только от семьи, ну, например, политика, вещи, которые, ну, женщин чаще всего эти вопросы меньше всего интересуют. И, естественно, интересы. Соответственно, когда девочки собираются, конечно, в первую очередь это наряды, в первую очередь это какие-то вещи, связанные с тем, как ты представляешь, как ты выглядишь. Это в первую очередь. Ну и, конечно, разговоры, разговоры. У мужчин, как правило, немножко другие интересы. И, в частности, машина – это слабость любого мужчины. Независимо от того, мальчик он еще совсем юный или уже будучи умудренный старик. В любом случае, страсть к технике у мужчин, она остается практически на всю жизнь. Теперь, откуда все это началось? Ну, начнем мы с далекой истории. Первые люди, которые у нас начали существовать на Земле, которых мы можем считать, что это первые люди, это были люди-собиратели. Люди-собиратели – это значит люди, которые практически всю свою сознательную жизнь, все свое, так сказать, дневное время проводили в поисках корма. Поэтому и название – собиратели. От слова «собирать». То есть они постоянно в поиске пребывали и находили при этом себе какую-то добычу, ягоды, фрукты, какие-то, может быть, разоряли птичьи гнезда. Это могла быть и ящерка. Ели, кстати, и червячков, и личинок, других насекомых. То есть это все собиралось. И все это тут же моментально поедалось. Поэтому для собирателей, вот здесь показаны картинки первобытных наших предков, которые были собирателями. И если вы посмотрите, то практически они повторяли то же самое, что сейчас характерно для большинства обезьян. Вот перед вами современные обезьяны, в частности бабуины. Они в точности также ведут такой же образ жизни, как когда-то вели такой образ жизни наши предки. Итак, ведущие черты и особенности поведения собирателей. Что нужно собирателю? То есть, вот, например, вы собираете что? Например, грибы. Кто собирал грибы? Поднимите, пожалуйста, руки. Ну вот видите, большая часть из вас знает, что это такое. Это значит, должны быть что? Зоркие глаза, так? То есть острое зрение. Уединенность. Это значит, никто вам не должен мешать. Если вы увидели где-то грибное место или ягодное место, никто из вас не должен кричать, ну-ка сюда все бегите, собирайте эти грибы. Вы тихонечко, осторожненько собираете все сами. То есть, это требует сосредоточенности и уединенности. Дальше. Немногословность. То, о чем я вам говорил. Тихо, спокойно. Следующее. Быстрота действий. Конечно, чем быстрее вы соберете, тем больше вам достанется. И, соответственно, знание объектов питания. Потому что собирать можно все подряд, но не будете же вы собирать камни, палки, ненужные вещи. Ну и, соответственно, постоянный поиск. То есть, все время человек вот в таком поиске находился. То есть, вот это черты, присущие поведению именно людей-собирателей. Я думаю, вы все с этим согласитесь. И в этот момент, конечно же, независимо от того, кто это был. Мужчина, женщина, мальчик, девочка, ребенок или взрослый. Все они должны были обладать вот этими качествами. Поэтому в этот период своей истории человечества люди практически друг от друга, ну, скажем так, по полу мало отличались друг от друга. Вот наверху я взял картинку, которая внизу полностью, а наверху я срезал, скажем так, среднюю часть корпуса. И если мы с вами посмотрим на голову, на ноги, если не видеть каких-то более опознавательных таких вот компонентов, ну, часто здесь вот будущая мама обезьянка, полуобезьянка наша, да, скажем, они практически друг от друга не отличались. То есть, для собирателей совершенно было неважно обладать какими-то характеристиками, отличающими пол друг от друга. Конечно, два пола существовали. Как же без этого? Рано или поздно должны были рождаться маленькие детишки, чтобы племя, род продолжал свое существование. Итак, собирательство занимало достаточно большой период нашей истории. На смену собирательства пришла охота. Что значит охота в жизни первобытного человека? То есть, появились совершенно другие, скажем так, стратегии, действия. Ну, предположим, собиратель – это одно, а охота требует совершенно других качеств от людей, которые занимаются активным поиском добычи в виде охоты. Что требуется, какие главные качества у охотника? Итак, сила. Нужна охотнику сила? Конечно. Ловкость. Еще как. Скорость. Дальше. Отвага и риск. А как же без этого? Если ты будешь бояться козлика, который на тебя с рогами пойдет, естественно, ничего ты не добудешь. Дальше. Немногословность. Мы слышали уже об этом. Почему здесь не надо много болтать во время охоты? Совершенно верно. То есть вы просто всех распугаете, и они убегут до того, как вы их увидите. Следующее. Умение действовать командой. Вот очень важный момент. У нас собиратели были как? Я помню, я вам говорил? Уединенность. То есть не надо было там грибнику или ягоднику звать всех, кричать. Всем идите сюда. Охотник здесь как раз наоборот. Ему нужна была команда. Только командой можно было бы добыть какую-то ловкую добычу. Но представьте, ведь охотника, у него не было тех самых огнестрельных пистолетов, охотничьих, ружей, никаких снаряжений, которые бы помогали добывать охотнику добычу, как это делают сейчас. Сейчас даже умудряются на вертолетах охотиться. Понимаете? Тогда всего этого не было. И как вот этот человек, совершенно беззащитный, по сути дела, потому что его мог отогнать от себя даже самая маленькая лисица, могла бы, в принципе, напугать человека и не достаться, так сказать, в качестве добычи человека. Поэтому только действие командой, ну и, конечно же, умение действовать командой и мыслить отвлеченно. Вот эта вот последняя строчка, которая здесь написана, для чего? Ну, например, знание поведения животных было очень важно. Если человек первобытно на том этапе своей истории уже знал, что олень, которого они спугнули, побежит прямо и нужно наперерез ему где-то устроить засаду, надо было это сообразить. И люди соображали. И то, что у человека тогда начал развиваться и уже достаточно хорошо был развит головной мозг, способствовали вот этому свойству. Отличенно мыслить и предугадывать. Вот животные в этом плане не всегда могут это сделать. Казалось бы, вот олень побежал или заяц от охотника, если бы у него были мозги немножко другие, он бы что сделал? Он пять метров пробежал бы, тихонечко влево, скажем так, запрыгнул под пенек, и сидел бы, никто его бы не нашел, и он остался бы живой. А животные мыслят по-другому, инстинкты двигают ими, поэтому инстинкт страха двигает его вперед, и он несчастный бежит прямо только лишь бы убежать, не предполагая о том, что человек со своими мозгами догадался обойти, сделать ему засаду в 100 метрах, и таким образом он попадается под стрелы, камни охотников. Вот что нас, собственно, и отличало. Так, ну вот то, о чем я начал говорить уже, это здесь просто картиночки, видите, порой были добычи достаточно большие, страшные, человек мог охотиться даже на пещерных медведей, то есть его мозги помогали ему даже побороть даже крупную такую опасную добычу. Итак, что это привело, к чему это могло привести? Собиратель тихонечко в течение дня ходил, собирал, подбирал все, что было, находил вокруг себя. Теперь охотник. Ведь охотник это в первую очередь кто? Мужчина. То есть сейчас мы говорим, взрослый мужчина это уже, ну, совершеннолетний, ну, вы еще не все подошли к этому рубежу, но это скоро придет, 16 лет, когда вы получаете первый свой документ. Тогда же, естественно, это было иначе. Поэтому все мальчики уже с 9-10 лет, а многие из вас достигли этого рубежа, были уже настоящими охотниками. То есть они вместе с своими старшими братьями, отцами и дедами, уходили на охоту. И, естественно, в это время подвергались тем же самым опасностям, что и взрослые. Поэтому им также нужна была ловкость, сила и так далее. И, конечно же, в первую очередь укрепление мышц, обретение силы, физическая сила нужна была для того, чтобы стать настоящим охотником. Все это в первую очередь касалось мальчиков. И, естественно, мальчики начинали взрослеть, начинали обретать силу, начинали обретать форму. Ну, вы прекрасно помните, да, у мужчин у нас широкие плечи, вот у мальчиков уже начинают плечи обретать, эти формы. У девушек другая форма. Это мы сейчас об этом тоже поговорим. Волосяной покров. Вы, наверное, все обратили внимание, ну, наверное, уже давно обратили внимание, что папы у нас, старшие братья, ну, скажем так, более волосатые. Более волосатые – это не значит, как обезьянка совсем уже заросшая, да? Да, совершенно верно, вот мальчики уже вон у себя смотрят на руках. Действительно, у нас наше тело покрывает легкий шерсток такой, да? Вот, девочки в этом плане гладенькие у нас, да, гладкие. Вот, а мальчики в этом плане, особенно мужчины, совершенно иные. Я не говорю о длинных волосах. Я говорю о волосатости на теле. То есть, казалось бы, мы с вами без волос, и тем мы отличаемся, как бы, от обезьян, но тем не менее у нас некая волосатость, еще она осталась. Теперь, почему так получилось? Почему у девочек и у женщин этого нет, а у мужчин волосатость сохранилась? Ответ в этом тоже дает охота. Посмотрите, когда охотник первобытный бежал за своей добычей, ведь у него не было перед ним, так сказать, очищенной тропинки, дорожки, по которой он, как, так сказать, спортсмен, легко, легким, так сказать, трустой, пробегает за след за убегающим оленем. Ему приходилось выбегать, забегать, вернее, в чащи через тростниковые заросли, через кустарник, все эти ветки в его обилие и так далее. И вот этот волосяной покров невольно, скажем так, стал той самой преградой, которая не позволяла полностью отстегать тело первобытного охотника. По сути дела, это было его спасение. Плюс еще насекомые, комары. Ведь мужчины уходили на охоту не на один день, они уходили на охоту порой на неделю, на месяцы, прежде чем они добудут какую-то крупную добычу и принесут ее в свое стойбище. И поэтому в этих условиях, конечно же, вот такие вот защитные свойства организма, они позволяли пережить неблагоприятные условия среды. Ну вот как раз картинки, иллюстрирующие именно эту часть. Вот, кстати, доказательства тому, что еще и суровый климат, потому что большая часть охотников стали формировать, так сказать, свои охотничьи качества, большей частью на севере. Если на юге первобытные племена могли собирательством заниматься долгое время, а как быть, когда есть уже снег и лед, что там можно собрать на голой земле? Поэтому охота для северных племен была, так сказать, тем самым спасением. Поэтому северяне и научились в первую очередь вот этим формам охоты, и они стали более бородатые, волосатые и так далее. Или в подтверждении, пожалуйста, перед вами вот слон африканский и его ближайший, так сказать, родственник мамонт. Мамонт жил в наших краях, в северных условиях, видите, на снегу бегал. Слоны, естественно, это южные животные. Это еще одно доказательство того, что не только мы, но и другие животные обрели те же самые качества. Ну, я, наверное, хочу вот спросить, ну, хорошо, вот давайте на этой картинке остановимся. Вот перед вами картинку я изобразил, на которой изображены различные современные профессии, которые присущи большей степени мужчинам. Скажите, пожалуйста, почему именно эти профессии необходимы для того, чтобы, так сказать, там работали только мужчины? Потому что там очень большие нагрузки на них, и женщины не выдержат это. Так, спасибо. Абсолютно, точно, абсолютно. У нас больше выносливости, чем у девушек, и поэтому мы можем выдерживать больше. Отлично. Еще один, наверное, ответ. Мне кажется, что, потому что мужчины, они больше могут развиваться, а девушки, они лучше могут делать что-то красивое. Ну, да, отлично. Вот смотрите, ребята. Ну, не совсем, наверное, так точно. Я думаю, что, в принципе, вы все согласитесь с тем, что говорили сейчас ребята, да? Потому что реально, вот те самые качества, о которых мы только начали говорить, о том, что охотник должен быть таким, и мужчина должен быть таким, таким, таким с этими качествами, вот они подтверждаются, и вы это еще раз подтвердили, так сказать, отвечая на этот маленький короткий вопрос. Спасибо, ребята. Поехали дальше. Итак, значит, современный мужчина, это как итог мужской, скажем так, части нашей информации, это мужчина-добытчик. То есть слово «добытчик» не подполагает конкретно «охотник». Это не значит, что каждый ваш папа, брат, дедушка занимается охотой. Это имеется в виду человек, глава, который отвечает за благополучие своей семьи. Теперь, что еще охота дала мужчине из того, о чем мы с вами говорили? Вот посмотрите, мы сказали, что мужчина и в целом мальчик обычно немногословный. И вот эта немногословность, она, в общем-то, даже имеет определенное значение для некоторых наших профессий. Но в частности, например, военные, военные, профессиональные, очень часто используют, скажем так, язык жестов. И вот этот язык жестов, очень характерный для первообытных людей, он, в принципе, сохранился в частности одной из форм передачи информации при каких-то боевых действиях и, в частности, в кругу военных. Речь мужчины. Ну, вы прочитаете то, что там вот написано, я просто скажу, что мужчины, как правило, немногословен. Почему очень часто сочинения мальчики пишут хуже, чем девочки? Именно в силу этой причины. Ну, например, я тоже в школе учился, у нас в классе были и отличники, и троечники были, и все. Но девочки в целом всегда писали красивые характеристики, там и из произведений Пушкина, там Тургенева и так далее, описание, как они красиво описывали природу и так далее. Мальчики, как правило, ну вот у меня тоже сочинение всегда было за грамотность пять, а литературные, скажем так, составляющие четыре. Вот так, пять-четыре все сочинения подряд. То есть в этом плане у нас вот что-то там не хватало, вот такого вот образного, может быть, мышления, что очень свойственно для женского организма. Ну и, соответственно, и речь. И речь мужчин всегда, она очень конкретная. Мужское рукопожатие. Откуда это пришло? Ну, если вы не знаете, скажу, что, как правило, рукопожатие олицетворяло признак доверия. Если мужчина дает руку другому, он говорит, что у него руки свободны для общения, в его руках сейчас нет ни оружия, никакой опасности от него не исходит. То есть это самый настоящий мужской признак дружелюбия. Ну вот вещи, которые до сих пор для мужчин характерны. Женщины порой нас не понимают. Когда мы так активно начинаем, предположим, как мы называем, тусоваться в мужских компаниях, ну не всегда это, так сказать, нравится. Так, дальше. Одежда. Надо сказать, что одежду придумали опять-таки мужчины. Потому что, помните, я вам говорил, на севере первые охотники начали активно развивать эту отрасль, скажем так, в своей жизни. Одежда была нужна охотнику, потому что он уходил зимой, было холодно, и тот небольшой волосяной покров, он его не защищал. Поэтому одежду из шкур придумали мужчины. Женщины, как сказать, взяли одежду в свой арсенал чуть-чуть попозже. Вот теперь мы дошли до женской половины. Итак, девочки, откуда эти качества, о которых мы начали говорить, пришли к вам? Что нужно было женщине, как хранительнице очага, которая оставалась в своей пещере, когда мужчины уходили с сыновьями на охоту? Она вместе с маленькими детьми, вместе со стариками, больными, оставались в пещере, поддерживали огонь, были так называемые хранительницы очага. Итак, первое, что для женщины необходима была – общительность. Почему общительность должна была этим женщинам присуща? Да потому что, как они могут молча сидеть в пещере целыми днями, а может и сутками, и неделями? Обязательно должно быть какое-то общение. Разговорчивость. Но если она не разговорчивая, значит, она ничего не успеет, ничего не сделает. Ей нужно было одновременно и за детьми смотреть, и за больными ухаживать, еще нужно за костром. Ильгий Зарьянович, там у вас несколько еще качеств. Мне кажется, наши студенты могли бы пояснить, что они под этим понимают, да? Пожалуйста, вот как девочки понимают вот эти вот качества женщины, как хранительница очага? Кто может сказать? Я думаю, хранительница очага – это значит то, что она смотрит за костром, чтобы он не потух. А вот вопрос. Вот внимание к мелочам и деталям. Вот очень важные качества. Кто может пояснить из девочек? Почему женщины? Из девочек. Да, вот есть у нас варианты. Надо смотреть за мелочами. Мелочи – это может из мелочи вырасти в огромную проблему. Конечно. Интересно. Один маленький ребенок. Как тебя зовут? Камила. Камила. А вот еще у нас есть рядышком варианты. Меня зовут Алина. Я думаю, что если там есть дети, за ними надо ухаживать, а надо еще смотреть за костром, чтобы не прожжал. Конечно. Или он не потух, и стало холодно. Много дел там. Очень много дел, да. И нужно было все это одновременно делать. И женщина этому научилась. Так вот сзади еще есть комментарий, да. Я хочу сказать, что женщины, они по большей части занимались собирательством. Они оставляли детей в пещере, и если находились старшие сестры или девушки уже 10-11 лет, то женщина могла спокойно идти с дровами для костра, а потом возвращаться и подкидывать в костерок дрова. Молодец, молодец, потому что именно так и было, потому что все время сидеть в пещере они не могли, абсолютно надо было детей ведь кормить, поэтому действительно так и было, вот как вы сказали. Спасибо. Хорошо, идем дальше. Так, ну что, поехали дальше. Итак, общительность, то, что я вам только что говорил, то есть многофункциональность женской сущности, то есть одновременно женщина могла делать руками одно, говорить другое, в этот момент еще что-то смотреть за тем, чтобы ребенок как маленький не залез в костер и так далее. Действительно, вот эти вот качества, они нужны были именно женщинам. Дальше, отсюда и та самая некая, так сказать, эмоциональность и постоянная смена, скажем так, как это называется, настроения что ли у женщин. То есть одновременно, ну например, я видел такую картинку, совершенно верно, эмоция это называется. Женщина разговаривает, современная женщина, по телефону, она говорит о чем-то грустном, слезу упустила, уже все, она прямо там сочувствует. И в этот момент она видит, как ее сын что-то там делает, ну не очень, так сказать, что-то опасное. У нее совершенно меняется мимика, интонация, она тут же говорит, ну-ка отойди от подоконника, ну что-то в этом духе. Наверное, вы испытывали такие вещи, когда мама вроде занята чем-то, но тут же она вас уличает какой-то шалости, и тут же моментально у нее меняется и мимика, интонация и все такое. Вот это говорит о том, что она постоянно находится в поле действий различных обстоятельств. Так, да, вот, кстати, по поводу женщины, я вот тут картинку, конечно, нашел. У женщин, поскольку они ориентируются больше на ближайшее окружение, все их эмоции вокруг их, как правило, концентрируются. Поэтому большей частью она на далекие расстояния, скажем так, не реагирует. По этой причине, например, у женщин сейчас выработалось такое качество. Большинство женщин садятся в транспорте, например, только впереди. Из-за того, что когда она видит что-то вдалеке, и вот это все, особенно когда в машине многие мамы едут, их начинают немножко подташнивать, как они говорят. Это потому, что ее поле зрения, как правило, сориентировано на ближайшие, скажем так, 5-6 метров. Все, что вдалеке, это уже, так сказать, вне поля ее, так сказать, восприятия, и поэтому в ней это вызывает некий эмоциональный, психологический какой-то дискомфорт. Так, посмотрим, что дальше. Речь женщины. Ну, речь женщины, она абсолютно совершенно отличается от мужчины. Ну, совершенно, например, женщина, когда разговаривает по телефону, это нужно об этом писать целые песни, рассказы. Ну, например, я приведу свой пример. Например, моя, предположим, супруга разговаривает по телефону со своей сестрой с другого города. Она с ней разговаривает 20 минут. После того, как разговор закончился, я ее спрашиваю, ты спросила, как дела у племянника? Она говорит, ой, забыла. Я хорошо говорю, а ты спросила, что вот у них там вот с этими делами и прочее? Ой, я забыла, надо перезвонить. Я думаю, ну что она 20 минут разговаривала и при этом не сказала и не спросила самого главного. И это бывает очень часто. Понаблюдайте немножко за своими друзьями, одноклассниками. Когда девочки говорят по телефону, мальчики, посмотрите на как девочки говорят по телефону, они столько раз говорят там от своего личного восприятия вот это слово «я», «мне», «а» как «у меня» и так далее. Вот это некие, так сказать, моменты постоянно, эмоциональное ее состояние очень часто, как сказать, проскальзывает в ее речи. И речь, как правило, всегда бывает, скажем так, многословная. Ну и, соответственно, женщина очень часто начинает пересказывать какие-то свои ощущения. Мужчины, как правило, разговор «да», «нет», «хорошо», «завтра», «ок», «пока». Все. Все, как правило, вот примерно вот в такой формате. То есть очень лаконичное, очень конкретное. Руки у женщин. Вы, наверное, видели такую сцену, когда идут мужчина и женщина, у женщины в руках сумки, авоськи. Ну, в крайнем случае ее, как у вас называются-то, дамские сумочки, косметички. Мужчины, как правило, если есть возможность, чтобы были руки свободны от всего, и они этого добиваются всегда. Ничего лишнего в руках. Поезд, если мне жена дает в сумке авоськи, я скорее стараюсь избавиться от них, то есть донести до куда-то, избавиться просто. Если я куда-то выхожу, я стараюсь в руки ничего не брать лишнего. В командировку, например, стараюсь как можно меньше брать. Женщина же, наоборот, берет на все случаи жизни. У нее в сумке все есть. И для себя, и для мужа, и для детей, и даже для соседей, которым она будет угощать в поезде, ну и так далее. Откуда это все пришло? Дело в том, что в руках женщины постоянно было что-то. То она носила дрова для костра, то она кормила детей, то она ухаживала за больными старыми соплеменниками и так далее. То есть у нее руки все время были. Поэтому если у женщины в руках ничего нет, она всегда себя чувствует дискомфортно. В крайнем случае у нее должна быть или барсетка, или какая-нибудь косметичка, или, ну я не знаю, хоть цветок какой-нибудь. Ну что-то должно быть обязательно, потому что женщина себя чувствует дискомфортно, если у нее нет под рукой того, что в любую минуту ей может пригодиться. Мужчины в этом плане совершенно просты и, так сказать, я говорю, наотрез отказываются от лишних компонентов. Так, внимание к мелочам, то, о чем мы только что говорили. Ну, например, когда, вот посмотрите, как выбирает одежду, например, мужчины и женщины, маму и папу ваши. Итак, женщина подходит, смотрит, значит, здесь не так, там не так, и так повернется, и эдак повернется. Наблюдали, наверное, да, как мама покупает себе одежду. Папа одел, подошел к зеркалу, нормально, все. Ну и мальчики также особо нет, девочки же нет, нет, не того цвета бантик, не того цвета то, здесь мне не нравится, здесь карманы не на том месте и так далее. То есть, женщины привыкли обращать внимание на мелочи уже вот с незапамятных времен. Так, сейчас мы давайте посмотрим еще на одну вещь. Вот перед вами замечательная картинка, она мне страшно нравится. Как встречаются друг с другом мужчины и женщины, мальчики и девочки? Итак, когда мальчики встречаются друг с другом, они смотрят, как правило, друг другу в глаза. Как вы думаете, почему так сложилось, что мальчики смотрят, не обращая внимания на детали? Мне кажется, потому что мальчики не любят там выбирать наряды, соответственно, им без разницы, в чем одеться другие. Так, так, значит, мы немножко ушли, значит, мы с вами говорим о чем? Почему охотники? Мужчины в глаза смотрят, да, 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 были охотники. Я вот думаю, что они не обращают внимания, потому что мужчины разговаривают и ничего не замечают. Да, вот именно так и получается, потому что, в принципе, его детали не интересуют. Он перед собой видел или соперника, врага, когда он еще был воином первобытным, да, или своего друга. Поэтому глаза и лицо этого персонажа говорили ему о многом, потому что ему не надо было смотреть, какие у него, так сказать, серьги на ушах или какое перо у него на голове и прочее. В крайнем случае он должен обратить внимание, есть ли в руках оружие. Конечно. А посмотрите, как действует женщина. Они успевают увидеть все. Поэтому, когда мы приходим домой, и мне моя жена говорит, вот мы встретили приятельницу на улице, да, ты помнишь, ты заметил, какие у нее сережки? Я говорю, конечно, меньше всего я обратил внимание на ее сережки. А она заметила, она заметила, что у нее новые сережки, что у нее стуфли такие-то, что у нее отфирменная какая-то там блузочка, а в руках у нее сумка совершенно оригинальная и так далее. То, что, собственно, мужчина пропустил давным-давно, он даже на это не обратил внимания, и вообще вся эта болтовня ему казалась, ну, пустым, простите, так сказать, времяпровождением. Вот еще интересные моменты, говорящие о некоторых вещах, сугубо мужских и женских. Как, например, вот женщины, вот смотрите, распознают вот эту обувь. И мужчины. Женщина, обращая внимание на детали, каждая деталь вашего туалета, она имеет свое название. Если для нас это одно и то же босоножки или туфли, для женщины имеет конкретное функциональное значение. То же самое по поводу цветов. Здесь вот не очень хорошо видно на картинке. Мужчины, как правило, цветовой спектр их восприятия, он немногочислен. Как правило, вот эти основные 6-7 цветов, они распознают. А женщины распознают, например, массу всяких цветов. Ну, например, я когда эту картинку увидел, когда увидел название цвет, ну, я еще там розовый, лиловый еще могу предположить, да. А цвет, я сейчас не помню, тут какой вот, там типа баклажан, да. Но я бы никогда в жизни не догадался, что какой это цвет, только будучи биологом, я предполагаю, цвет, по всей видимости, темно-фиолетовый. А девушки все это распознают, все эти детали для них имеют, так сказать, важное значение. Цвет и запах. Почему мужчине, значит, нужно было знать, не нужно было, так сказать, обнюхивать все вокруг себя, потому что он охотился на расстоянии. Для него, в принципе, главное зрение, а не обоняние. А женщина, будучи в племени, она всегда эти запахи ощущала, поэтому у женщин всегда более тонкое обоняние, и они чувствуют запахи очень тонко. Мужчина, как правило, вот как мы с вами душимся? Мы душимся, что подвернется под руку, да, что тебе жена подсунула, то на себя и бжикаем, вот как я сейчас тоже готовился к вам выступлению. А женщина, нет, что вы, там такие нюансы запахов. Это слишком резко, это слишком грубо, это запах же, ну и так далее. То есть это уже не наше. Теперь, соответственно, вот посмотрите, интересная картинка. Как выбирает себе шампунь мужчина и женщина? Прочитали? Нет, кто может прочитать? Женщина обращает внимание, посмотрите, на все, вплоть до состава, компонентов, фирмы и так далее, и для чего. Мужчина, когда ему говорят, мне говорят, купи, пожалуйста, шампунь, я захожу, в лучшем случае я смотрю шампунь для каких волос, жирных или нежирных, понятно, да, или для тела, или для волос. Все, большинство мужчин покупает только увидев название слова шампунь, это вполне достаточно. Ну и вот, соответственно, в плане некоторых вещей, по поводу ориентации, понятно, у мужчин ориентации больше приспособлена, потому что изначально охотнику нужно было ориентироваться в пространстве, чем, так сказать, женщине, которая далеко от своего стойбища не уходила. О целой песне можно опять-таки спеть про то, как мужчины и женщины болеют. Женщины, в принципе, болеют редко, потому что у них система, таким образом, в физиологиях установленная, это более устойчивая система к восприятию, так сказать, какой-то инфицированной, как сказать, бактериофлоры. Мужчина в этом плане менее устойчив. Как болеют женщины? Если даже женщина заболела, ну, у нее столько обязанностей, просто она не имеет права залеживаться, скажем так. Она быстро-быстро успевает и покормить, ее обязанности никто не снимает, даже когда она больна, ваша мама. А как мужчины? Мы болеем всегда со вкусом. Знаете, нам нравится, что вот подошли к нам, сказали, дорогой, как ты себя чувствуешь? Может тебе вот это сварить? Может тебе принести вот это, купить тебе и так далее? Ну, конечно, ну, разве от такого обхождения кто-нибудь откажется? Нам, конечно, нравится это, когда вокруг нас все пляшут. И поэтому, конечно же, вот это вот поведение, оно и связано, опять-таки, имеет корни еще оттудова. Ведь женщина была в стойбище, кто ей будет там заниматься? Или она быстро вылечится, или она помрет. Поэтому ей нельзя было болеть. А мужчина-охотник, он вернулся, у него раны, его надо поднять на ноги быстро. Конечно, женщины вокруг него суетились, пытаясь его быстрее-быстрее восстановить его раны. И, конечно, это и привело вот к этому такому поведению, ну, может быть, несколько потребительскому у мужчин со стороны женщин. Ну, и вот мы уже заканчиваем. Некоторые вещи, которые пришли, были у мужчин и стали затем женскими увлечениями, занятиями. Вот посмотрите, одежда, я уже вам сказал, одежда впервые появилась у мужчин. Второе, украшения. Женщины даже в пещерах и не помышляли об украшениях. Им это не нужно было. А мужчины, увешанные костями, зубами, клыками и так далее, все это необходимо было. Женщины потом это все отобрали. Косметика, боевой раскрас, вы знаете, у мужчин, только у мужчин был. Женщины, зачем им в пещере краситься? Это ничего не было этого. Соответственно, танцы. Какие танцы у женщин? Она измотана в своей пещере настолько, что до танцев уже там рубят. А мужчина-охотник, он вернулся, он пришел победителем. Конечно, вот эти вот танцы, так сказать, подтверждающие, что он лидер, что он, так сказать, победитель, это, конечно, для него было значимо. Ну и вот все театральные действия мужчины в этом плане любят себя показать. Мы всегда любим, когда нас хвалят, когда нам аплодируют, когда нам говорят комплименты. Какой ты у меня умный, какой ты у меня такой неповторимый и прочее. Чаще говорите мальчикам комплименты. Вот они украшения. Вот они, значит, боевой окрас, о котором я говорил. Актерское искусство. Это было когда-то только присуще мужчинам, затем оно перешло и уже их же... Кстати, первые театры, которые были созданы еще в Древней Греции, там актерами были исключительно мужчины. Женщин к театральному действию не допускали. Только мужчины. Ну и вот некоторые вещи напоследок, чтобы, так сказать, вас немножко уж рассмешить, и мы с вами закончили. Вот, пожалуйста, как выглядит наша современная женщина. Насколько она, скажем так, неповторима в своем обличье, что ей присуще и так далее. То есть она всегда остается женщиной. Ну вот я только прокомментирую одну картинку, она плохо видна. Там вот наверху нарисована женщина, которая ползет по песку в пустыне, да. И там вывеска. В одну сторону написано, по-моему, источник воды, да. Товар с 50% скидкой, 10 километров, она ползет. Да, она ползет в ту сторону. И свежая вода 10 метров, никого нет. Да, она ползет в ту сторону, где 10% скидки в каком-то магазине. Вот это сущность женщины. Ну а вот мы, мужчины, с вами. Вот мы такие, может быть, немножко грубоватые. Но, тем не менее, я хочу сказать, что мы, будучи даже такими разными, вот мы сегодня попытались некоторые вещи рассмотреть, мы остаемся не то с друзьями, а людьми, которые, особями, которые нуждаются друг от друга. Поэтому давайте мы с вами будем дружить. Давайте поаплодируем, Игорь Зарелий Ясович. Спасибо большое. Игорь Зарелий Ясович.